КОФЕМАН КИМИ почти за 13 лет преподавания школа выпустила более тысячи первоклассных барменов и бариста. Кто-кто, а он знает секрет настоящего кофе. Сейчас мы будем знакомиться, готовить. Мы приготовим эспрессо. Надо запомнить, что есть только эспрессо. Экспресс, только поезд, экспресс, почта. Но дословно, как переводится эспрессо, на самом деле нет. Но все итальянцы утверждают, что эспрессо у них переводится в данный момент для тебя. То есть вот так вот они охарактеризовывают. Кофе для тебя? Да. Меня очень часто спрашивают, какой самый вкусный кофе? Как вот выбрать? Я долгое время, когда интересовался, нашел для себя один универсальный ответ. Самый вкусный кофе тот, который вовремя подан. Очень важный момент, когда мы будем насыпать кофе в холдере, вот этот портофильтр, вот такой вот, он должен быть сухим. Правильные эспрессо готовят только из качественно подобранных сортов арабики. Молотые зерна насыпают в холдер и давят специальным кофейным прессом, темпером. Важный момент – это сила нажатия. На этот счет у Андрея есть свой секретный способ. В разных там пособиях везде скажут, там, нажатие должно быть от 9 до 12 килограмм. Как это будешь заморять? Каждый раз на весах, вот. Я нашел проще весом своего тела. То есть ты перенес на одну ногу, вот это движение достаточно. Вставили и сразу нажимаем. От нажатия до выключения должно пройти 25-30 секунд максимально. Мы смотрим струйку. Она должна вытекать к ассистенции такого жидкого меда, прям тянуться. Но самое сложное в работе бариста – это не приготовить кофе, а правильно вспенить молоко. Для пены обычное молоко не подойдет. Здесь тоже есть свои хитрости. Очень важно в процессе приготовления капучино брать молоко только ультрапастеризованное. Если мы говорим про летнее время, я всегда рекомендую своим ученикам использовать 1,5% жира. Просто жара. И ты еще жирное молоко используешь. Человеку и так тяжело, а ему еще перерабатывать это надо. Молоко наливаем до носика. То, как мы коснулись паровой трубкой носиком молока и открываем пар на всю мышь. Мы должны услышать вот этот шипящий звук. Рука на дне. Мы так будем чувствовать температуру. И циркуляция должна быть. Косистенция молочной пенки, вот которая у нас получилась, должна напоминать талое мороженое. Вначале мы взбиваем молоко, потому что молоко дольше остывает, а потом уже готовим кофе. Вливаем середину. Теперь твоя очередь. Оденем униформу. Фортук, чтобы ты не испачкался. И теперь надо подойти познакомиться с кофемашиной. Это кофемашина, которая зовут Сара. Сара. Да, знакомься с ней. Привет, Сара, как у тебя дела? Все у тебя в порядке? Она что-то еще шушит там, недовольна. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Секрет вкусного и бодрящего кофе прост. Это правильный помол, густая и высокая пена и, конечно же, руки мастера. Но самое главное место, где ты покупаешь кофе. Здесь важна и атмосфера. Для тех, кто своего места еще не нашел, Андрей расскажет, как приготовить вкуснейший кофе самому в домашних условиях. Взяли молоко, нагрели на плиточке до 60. То есть нам нужен градусник, либо пальцем проверить. Если палец не терпит, то это 40. Считаем раз, два, три, четыре, пять. Это будет где-то 60. Нагреваем. Только ультрапастеризмом. Обычный венчик. Венчик, который... Да. Да, я понял. И взбиваешь. У тебя получишь шикарная пенка. Кофе у тебя ты можешь использовать в джазве, то есть в сурочке приготовить. Насколько вот быстро можно этому научиться? Но на самом деле базовым знанием можно вообще приобрести буквально за пять дней. То есть готовить хороший вкусный кофе без проблем. Есть индивидуум, который там на второй, третий день прям могут и рисовать, и все. Это все зависит от человека, насколько у него технический момент. Но сложность-то не только в готовке, а взаимоотношения между посетителем и Борисом. Как он общается, как он ведет себя. Потому что здесь-то уже вот эти эмоции, настроения, которые Борис несет, вот это уже сложнее. Тут же и задача еще пообщаться. Ученики, которые к вам приходят, вот какими они должны обладать качествами? То есть, ну, что-то самое главное. Я считаю, самое главное желание. Недостатки можно превратить в качество. А стать лучшим Бористо в городе поможет школа барменского искусства «Мастер Микс». Научить правильно, быстро и качественно варить кофе смогут только здесь. Единственное, что еще нужно – ваше желание.